Добрый день, друзья! Очень рад вас всех видеть, очень рад здесь оказаться. Честно говоря, не знал, что проходит такая интересная конференция. Буквально спонтанно узнал о ее проведении от своего друга и тоже спонтанно принял решение принять участие и поделиться своей информацией о проекте, которым я являюсь, так сказать, фанатом, фанатею, потому что идея меня зажигает, о том, что сделать свободную реализацию проприетарного продукта, которым пользуются, ну или какое-то время назад пользовались до 90% пользователей земного шара. Немножечко о себе. Я активный фанат идеи СПО, свободного программного обеспечения. Многие из вас, или кто-то хотя бы, наверняка, хотя бы раз читал мою статью на Хабре. Опять же, скорее всего, это была статья про ReactOS. Моим виртуальным судокладчиком, который, к сожалению, не смог приехать, Алексей Брагин выступает. Это преподаватель на данный момент МГТУ Минибаумана. Формально он все еще руководитель, координатор проекта ReactOS, о котором я сейчас вам расскажу. Я сейчас уже три года являюсь преподавателем в компьютерной академии ТОП. То есть мы учим детей базовой компьютерной грамотности, программированию, 3D-моделированию, всему-всему-всему. И я вот в этой кухне ворюсь преподаванию детьми и знаю, ну, по крайней мере, на основе своей выборки, какие проблемы бывают с детьми при обучении компьютерным технологиям. Основная проблема вообще, если мы хотим научить детей компьютеру, или, допустим, это студенты, которые, так сказать, гуманитарии, то, что, во-первых, они часто не очень отличают hardware от software. То есть они думают, что компьютер – это нечто такое магический ящик, в котором все сразу работает, включаешь экран, рабочий стол и так далее. То есть у них нет практически представления о том, что такое операционная система, что это базовое программное обеспечение, которое и оживляет вот эту коробку с процессором и электрическими деталями. Даже когда им пытаешься объяснять, они этого плохо доходят до, без, так сказать, просказа на пальцах. Вторая проблема – это методическое обеспечение. То есть чтобы показать операционную систему, нужно иметь хорошее методическое обеспечение. В данном случае, если использовать Windows, то Windows сейчас стремится превратиться в кактус. Во-первых, это проприоритарная операционная система, во-вторых, санкционное давление. Ее все сложнее бывает приобрести, легально обновить и так далее. В какой-то момент, возможно, станет вообще невозможно это сделать. О чем, как ни странно, проект предупреждал десятилетиями, и вот это случилось. А если брать в качестве методического пособия операционную систему на базе Linux, то там порог вхождения высокий. Для детей, которые привыкли интуитивно пользоваться графическим интерфейсом, им сложно привыкнуть к необходимости использования консоли, каких-то команд. Они не готовы к тому, что система может быть все-таки не заработает на их компьютере сразу, что-то нужно будет чинить. И в этом плане нам кажется, что операционная система ReactOS может быть идеальным методическим пособием для того, чтобы этим преподавать основу операционных систем. Что такое ReactOS? Это открытая операционная система на основе архитектуры Windows NT, которая построена таким образом, чтобы можно было использовать те же самые драйвера, программы и опыт пользователя, которые уже созданы для Windows. Сама ReactOS написана была с нуля, то есть это не ядро Linux и не BSD, это самописное ядро, которое максимально функционирует, похоже на Windows. Проект международный, как и Linux. Надеюсь, это никого не пугает. Но в то же время он абсолютно независимый, у него нет никакого крупного спонсора, какой-то компании, которая могла бы управлять его развитием посторонней коммерческой. Проект развивается в основном на донаты энтузиастов, то есть частные люди, разные суммы небольшие жертвуют, то есть какого-то давления на проект не оказывается. Политические дрязги тоже в проект пока не добрались, к счастью. Проект активно взаимодействует с другими open-source проектами и заимствует от них библиотеки. Самое крупное заимствование для графических библиотек, имеется в виду интерфейс пользователя и запуск WinAPI, это Vine проект, всем вам известный. То есть пользовательская область сделана на нем. Вот скриншот рабочего стола с запущенным менеджером скачивания приложений. То есть есть свой менеджер, в который добавлены уже программы, которые более-менее работают, протестированы, и их можно легко скачать прямо из интернета. Как правило, они либо open-source, либо freeware. То есть тут нет платных программ пока что в этом магазине, пока он не планируется. Очень низкие системные требования. То есть можно запустить на супердревних компьютерах ReactOS, если он будет довольно бодро работать, то есть вот они приведены. Не нужно обучать пользователя им пользоваться, потому что основные рефлексы, там иконки, кнопка пуск у людей уже на подкорке записаны. Такие низкие системные требования делают эту систему идеально для того, чтобы запускать ее в виртуалке. А вот именно использование виртуалки, например, виртуалбокс, позволяет ребенку прямо на пальцах показать, что вот смотри, вот он исходный код, мы его вот этой командой собираем, у тебя получается образ операционной системы, мы вставляем его в виртуалбокс, нажимаем там условно команды, далее, 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 и вот у тебя уже установленная операционная система. То есть полноценно ты видишь, что у тебя было ничего в виртуалке, а теперь у тебя есть операционка. И более того, ты можешь тут же в нее скачать какие-то приложения и поэкспериментировать с ними. А если ты уже немножко владеешь программированием, ты можешь тут же изменить сборку, допустим, функционирование какого-то драйвера, и его тут же скомпилировать и снова протестировать. Поскольку сборка операционной системы ReactOS занимает на современных компьютерах порядка 20 минут. А ReactOS это не только технология, но еще и, собственно, инфраструктура. То есть у нас есть система управления версиями на гитте и на гитхабе, система отслеживания ошибок, интегрированный веб-сайт со своим сообществом, где люди сидят, фанаты и разработчики, с ними можно общаться прямо на нашем сайте. А самое главное, что у нас разработан курс лекций и уже более 10 лет преподается на кафедре ИУ-9 курс операционной системы Алексеем Брагином. Он состоит из теоретического модуля, который абстрагирован операционных систем, и практического модуля, который одновременно одни и те же задания сделаны на NetBSD и на ReactOS. То есть используются архитектуры Windows NT и Unix, рассматриваются. Так, ну вот тут более расшифровано. То есть есть одинаковые лабораторные задания, которые студент может по своему выбору выполнить на одной из двух операционных систем, то есть NetBSD и ReactOS. И, как правило, большинство студентов выбирают ReactOS, потому что им она кажется более понятным в освоении, так сказать. То есть просто вот интуитивно они выбирают и делают лабораторки на ней. То есть начинают со снов установить и настроить среду сборки, потом собрать свою собственную операционную систему, потом внести какие-либо изменения, которые там базовые. Допустим, сделать так, чтобы какой-то драйвер вводил в консоль отладки какое-то сообщение, допустим, или там поменять настройки интерфейса, чтобы были бы другие надписи, например. Первый курс видео Алексей Брагин принял спонтанное решение его не просто делать для студентов своей специальности, а выкладывать тут же на YouTube. То есть он записывал в формате live эти выступления. Были проблемы, то есть не всегда хорошее качество звука, но даже в таком не самом удавченном исполнении сразу же были десятки тысяч просмотров у этого курса. То есть одновременно учились и студенты МГТУ Минибаумана, и студенты, не студенты, а все желающие, у кого есть интернет, кто находил эти лекции, либо находил их на Хабре, либо на YouTube. Также была создана страничка курса, на нее ссылка сейчас находится внизу, там выложены слайды к лекциям, задания лабораторной работы, большая часть материала, но правда это уже немножко устаревшая версия, потому что недавно буквально было наконец печатано, издано методическое пособие по этому курсу. И там будет самая свежая информация. Научная работа на кафедре ИУ-9 в МГТУ Минибаумана ведется по направлению виртуализации и операционной системы. И что самое ценное, то есть студенты, которые хотят получить больше информации, вовлечься в разработку проекта, они тут же могут получить доступ к разработчикам операционной системы Reactos. То есть благодаря тому, что непосредственно курс ведет один из главных разработчиков этой системы. И есть социальная сеть на нашем сайте, где студенты могут прямо в прямом эфире в рамках своего курса задавать вопросы, если у них что-то не получается, или они хотят добиться больших результатов. Вот тут еще на этом слайде есть выходные данные методических руководств по этому курсу. Если кто, здесь я вижу много представителей МГТУ Минибаумана, можете попытаться получить его в свое распоряжение. Оно в издательстве университета издано. Вот примеры работающих программ в операционной системе Reactos. Это, естественно, ими не ограничивается, просто я спонтанно выбрал определенные кадры. Акронис бэкап. Вот, например, Blender 2.76, последняя версия для Windows XP, которая может быть запущена в ReactOS. Вот Photoshop всем известный, седьмая, по-моему, версия. Так, Abbey Word, OpenOffice. Например, программа-архиватор PZip. В данном случае, почему она была выбрана? У нее довольно интерфейс написан сложным способом, и он последним, так сказать, поддался на то, чтобы его исправить. Он корректно отображался в операционной системе ReactOS. То есть здесь очень много, так сказать, спецэффектов в пользу отображения элементов и контролов. И он был твердым орешком, скажем так, почему он был выбран. Adobe Reader, кстати, тоже не самая, как оказалось, простая программа для того, чтобы обеспечить ее запуск. Офис. И вот еще пару моментов, которые хотел бы осветить. ReactOS упоминается уже не только в материалах МГТУ Минибаумана. На просторах интернета можно найти упоминание в методических материалах других вузов. Более того, кто-то, кто интересовался, так сказать, изучением устройства Windows, он написал 2000-страничный труд на китайском языке. Эту книжку можно скачать, если есть желание. Я могу даже и из БН ее сказать. Там разбирается архитектура Windows, но в качестве примера используется исходный код ReactOS. Как рассказать о закрытом продукте, не используя его нелегальный код, соответственно, можно найти его аналог. В данном случае ReactOS уже используется в обратную сторону, получается. Не для замены Windows, а для того, чтобы понять, как Windows работает. Кстати, что еще примечательно, может быть, кто-то из вас слышали про пентестинг, конечно же, и соревнования по KTF, капчужий флаг. В интернете уже несколько исследователей опубликовали виртуальные машины для использования ReactOS в таких соревнованиях, то есть в качестве машины, которая содержит уязвимость, которую можно взломать и добыть ценную информацию. Также полезная ссылка – это YouTube-канал Алексея Брагина, где находится старая версия курса и новую, которую он постепенно сейчас выкладывает. На сайте reactos.org доступна вся информация об операционной системе. Есть вики, в которой много информации о проекте. На этом я готов ответить на ваши вопросы. Просят перекинуть оранжевый кубик. Мне это очень нравится здесь. Мы все любим Windows, конечно, за то, что он Windows. Я хотел задать такой, может быть, шуточный вопрос. На самом деле он в целом серьезный. Не забыли ли вы добавить туда синий экран смерти? Не забыли ли вы уязвимость к вирусам, Windows добавить туда также? Насчет синего экрана, конечно же, он есть. Конечно же, он есть. И любой человек, который пытался пользоваться Reactos, как минимум один раз его видел, а может много раз. Но хочу порадовать тех, кто верит в Reactos. Синие экраны случаются все реже и реже. И прямо происходят такие скачки в стабильности разработки этого. А совместимость с вирусами? Совместимость с вирусами есть частичная. Дело в том, что многие вирусы используют уязвимость в Windows, а ввиду того, что исходники совершенно другие, компилируются другими способами, то многие вирусы не работоспособны на ReactOS. Но некоторые все-таки можно запустить. На YouTube есть юмористические вирусы, где игрушечные вирусы запускают и смотрят, что происходит, как она разрушится или нет. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, а на ReactOS-то и внутри повторяет архитектуру Windows? То есть режим абстрагирования от оборудования, там Executive, Kernel Mode, User Mode и так далее? Ну да, в принципе, довольно близко повторяю. То есть модель сохранена? Да, модель сохранена. Изначально, когда проект стартовал, это было в 98-м году, было очень много дебатов, как это реализовать. То есть была идея, что внутри оно должно вообще быть не похоже на Windows, но потом выяснилось, что из-за того, что разработчики многие пользуются недокументированными вещами, приложения, к сожалению, которые этими недокументированными вещами пользуются, не работают для данных такого подхода. Хорошо. Модель безопасности тоже, как у Windows? Windows NT. Windows NT. Ну то есть так, как ее, так сказать, спроектировал Дэйв Катлер, да, вот, интевое ядро, так получается? Ясно. Да, еще такой вопрос. Ну а совместимость там с доменами Windows и так далее? Скажем так, сколько… Прошу прощения. Ну то есть можно ли, скажем, на ReactOS поставить контроллер домена Windows? В теории будет можно, пока что еще нельзя. То есть да, но пока нет, мой любимый ответ про ReactOS, но, скажем так, функционал именно работы в домене или возможностью стать контроллером домена туда постепенно, как мы говорим, завозится. Понятно, понятно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в самый первый слайд вы про академию сказали IT. Какой возраст студентов в вашей академии? И самое главное, что меня интересует, а есть ли у вас там робототехника? Потому что у меня есть приложение, которое для Alt Linux работает по робототехнике. Она может и в Linux работать, и в Windows. Вот хотелось бы посмотреть, может, и в вашем ReactOS. Смотрите, это в первую очередь дополнительное образование для детей от возраста приблизительно от 6 до 16 лет. Но это как дополнительное образование, то есть кружок. Но также на базе академии сейчас открылся колледж и собираются запустить университет. Робототехника точно есть. Сейчас она проходит в основном на Lego Mindstorm и других вариантах Lego. Но я думаю, если вы обратитесь, к сожалению, я не обладаю полномочиями влиять на методические материалы в этом месте работы. Но я думаю, если вы обратитесь в главный офис, он в Москве находится, вот на сайте Академии ТОП, вы можете предложить им, может быть, это будет стоящим предложением. Спасибо. А разрядность сейчас, то есть она 32-битная? Долгое время она была только 32-битная. Ну, именно если брать ту версию, которая достаточно хорошо работоспособна. Но уже два года есть сборка 64-битная, которую можно на современных компьютерах запускать. Я продолжу насчет робототехники, потому что на самом деле не только робототехника, но некоторые другие проблемы в школе требуют. Windows они неразрешимы пока в отечественных операционных системах на Linux. Например, робототехника VEX там только под Windows. Например, тот же, что вы упомянули, Lego Mindstorm, она требует вот эту вот их, ну, чтобы блоком программировать, она тоже не запускается нормально под Вайн, но даже когда удавалось ее запустить, нормальной работы добиться не удалось. Вот это у вас работает? Lego Mindstorm, к сожалению, точно пока не получится запустить. Там нужна API уровня десятки, но в ReactOS вот сейчас буквально добавляется поддержка более современных версий API Windows, и возможно, как раз таки с помощью ReactOS можно удастся решить и эту проблему. А возможно какая-то коллаборация, может быть, вот мы возьмем оборудование, придем к вам, может быть, даже кто-нибудь поможет программировать что-то. Ну, в теории проект сам открыт, коллаборация. Единственный вопрос, насколько сложна будет, так сказать, проблема, которую нужно будет решить. Вот, мы с таким вопросом как раз и думаем к вам прийти, прийти именно с этим вопросом. Это слишком сложно, можем мы чем-то помочь, допустим, но надо допустим. Я думаю, нужно будет обсудить это отдельно, чтобы понять, чего вы хотите достичь и что сейчас уже можно сделать. Хорошо, понятно, спасибо большое. Так, есть ли вопросы? Мне понравилось, как он отбился от твоего желания помочь. Мы придем к вам с проблемой и поможем вам ее решить со своей проблемой и поможем ее решить. А вообще, как вот ситуация, вот 15 лет, дундров, родных нет, до сих пор живет в Виртулбоксе. Может ли она через Виртулбокс что-то управлять? Потому что, конечно, все хотят использовать ReactOS как что-то для консервации старых каких-то программ, каких-то ублюдочных менеджерских решений, нечеловеческих, но при этом вроде бы другие вирусы будут запускаться. Ну, во-первых, ReactOS работает и на настоящем железе, на реальном. Ее можно установить. И есть твиттер-аккаунт, куда регулярно выкладываются скрины и технические данные компьютеров, на которых удалось поставить ReactOS, просто подключив флешку или CD-диск и установив ее. И, то есть, Виртулбоксом это как бы такой уже микс, скажем так, как у проекта, что только виртулки. Ну, не только поставить, но может прогнать какие-то тесты. Да, да, но, как правило, работает. Чаще всего проблема со звуком на данный момент, то есть не все звуковые карты заводятся, но список, допустим, сетевых карт, поддерживаемых из коробки, звуковых карт, он значительно в последнее время расширился. И в то же время растет совместимость именно с драйверами, которые были написаны для Windows. То есть их можно часто очень поставить, они просто будут работать. Только иногда версию приходится подбирать пока что. Ну, да, к сожалению, реальность, она вмешивается в нашу жизнь. У нас еще есть ВКонтакте, в паблик, там тоже скриншоты постим. Есть сайт ReactOS, где есть галерея, можно посмотреть там. Сайт не заблокирован в России, он нейтральный, можно тоже полюбоваться на картинке. Наверное, все-таки напрашивается какой-то сервис, где можно собирать какую-то информацию про машины, как-то смотреть по атрибутам, потому что как-то вот это, знаешь, виндовый такой подход, когда сделаете скриншот, засунете в Word, еще раз зиппуете. Ну, определенная информация у нас в нашей собственной Вики собирается на эту тему справочную, волонтеры вносят данные, но возможно будет в будущем какой-то более, так сказать, роботизированный сервис, который будет, так сказать, более массовую информацию собирать о работоспособных конфигурациях. Может какой-то квест, может кто-то проспонсирует, может департамент образования Москвы сделает квест, попробуй поставить ReactOS и отправь там, типа, репорт, тест, и мы и разыграем квартиру в Москве. Это очень интересно было бы. Сколько компьютеров увидит новый синий экран? Я боюсь за ReactOS, им устроят ReactOS. ReactOS, да. Ребрендинг, так, к себе. Ладно, есть ли вопросы? Ну, наверное, тогда в кулуары, да? Кулуары, кулуары. Аплодисменты, аплодисменты. Спасибо большое. Коллеги...